Когда ты что-то делаешь для себя, обычно там что-то хорошее получается. Так мы не очень любим удаленку, стараемся балансировать. Любой трафик можно смонетизировать тем или иным способом, как бы это один из них. Мы там оцениваем его там 20-30 миллионов в месяц. Мы здесь постоянно в работе и задачи бывают совершенно там нетривиальные. Я решил себя попробовать в продюсировании. Всем привет! У нас в гостях Нурбгандов Тимур, основатель компании Гуру Лиц. И сегодня мы пообщаемся о Тимуре, о компании, которую он построил и в целом о рынке. Тимур, привет! Всем привет! Ром, привет! Сразу первый вопрос. На сегодняшний день Гуру Лиц находится в топе финансовых партнерок. Подскажи, а как вообще начинался Гуру Лиц? Слушай, это история длиной в жизнь на самом деле. Начиналась она где-то в 2016 году и, наверное, совершенно случайно, потому что изначально была идея сделать какое-то, скажем так, закрытое ПО. Даже не ПО, тогда это был купленный трекер для ряда крупных арбитражников с нашего рынка. Но, как всегда говорится, расскажи Богу о своих планах и насмеши его. Соответственно, в какой-то период времени что-то пошло не так, потому что я тогда был сам арбитражником. И, в общем, мы приняли такое решение с товарищем, что нам нужно все-таки рисовать партнерку. Так оно потихоньку и поехало. Сначала там были ребята-вебмастера, с которыми я просто общался, несколько человек. Потом там еще начали приходить ребята, видели наши ссылки на сайтах, еще что-то, начали потихоньку регистрироваться, узнавать, что, как, почему. И вот так вот, по сути, этот проект начал рождаться. В какой-то период времени мы поняли, что то решение, которое мы брали, это был Афайс, тогда он только появился. Там, конечно, было много проблем, и вот мы начали писать свое ПО полностью. Всем привет! Хочу поделиться с вами крутыми новостями. Мы в своей лаборатории совершили феноменальное открытие. Мы создали лабиринт дополнительной монетизации API-трафика, который позволяет выдавать цену за контакт в 4, а то и в 5 раз выше ее рыночной стоимости. Но вы спросите, почему дополнительной монетизации? Потому что, используя нашу систему, вы не теряете свою текущую монетизацию. Например, с отказной витрины, а получаете дополнительную прибыль для своей компании. Также хочу обратить ваше внимание на то, что мы оплачиваем абсолютно все контакты и не проверяем их на уникальность. Конечно, всю статистику вы будете наблюдать онлайн, в своем персональном кабинете лаборатории день в день и получать высокую выплату за трафик в первые дни месяца. А наши замечательные и позитивные менеджеры отдела коммуникации, Кристина и Света, мягко проведут вас сквозь все барьеры и преграды на пути к высокому доходу от дополнительной монетизации своего трафика. Ссылку для связи мы закрепим под видео. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Желаю высоких статистик и приятного просмотра. То есть, гуру, получается, не сразу задумывался как партнерка, а уже потом постепенно-постепенно вы как-то пришли к этому. Да-да-да, это был совершенно просто трекер, ну, по сути, для себя. Вот, и да, и вот из этого получилось. Ну, ты знаешь, когда ты что-то делаешь для себя, обычно там что-то хорошее получается. Согласен. Скажи, а сколько сейчас у вас вообще в команде человек? Как вот все это происходит? Слушай, у нас сейчас в команде порядка, наверное, ста человек. Вот. Но это не включает только прям гуру, да, там есть у нас еще какие-то проекты, которые около партнерских сетей. Ну, порядка, да, ста человек. Понял. Подскажи, а как вы вот, у вас удаленка или офис, или какое-то, может быть, промежуточное решение? Слушай, на самом деле, после, вот, там, ковида и всех событий последних лет, да, мы немножко стали, ну, должны, короче, стали гибкими. Вот. Но так мы не очень любим удаленку, потому что все равно, ну, то есть есть люди, которые, безусловно, очень адекватно, там, относятся к удаленке, они умеют работать самостоятельно, есть люди все-таки, которые, там, сидя где-то на удаленке, немножко расслабляются. Вот. Но в целом, как бы, да, у нас так смежный режим, да, то есть кто-то из офисов... Удаленка для избранных, да? Ну, не для избранных, там, кто-то из ребят, там, приняли волевое решение переехать, да, ну, как бы, там, это, там, ценные члены команды, с которыми мы, там, не готовы прощаться, не хотим прощаться, они, там, с нами много лет, и, как бы, ну, просто, да, приняли такое решение. Соответственно, кто-то, там, не знаю, вынужденно, да, там, оказался в каких-то других местах. Но в целом... Ну, преимущественно, да, получается, офис, вот, как-то более классический. Ну, если нужна удаленка, ну, как бы, не вопрос. Ну, если, там, например, мы сейчас ищем новых сотрудников, да, мы, конечно, делаем упор, это с работой в офисе, но если это сотрудники, там, живущие в других странах мира, и, как бы, это квалифицированный специалист, то почему бы и нет. Понял. То есть у вас так удобно, получается, совмещать все это? Стараемся балансировать. Понял. И смотри, в связи с этим вопрос, да, как у вас в компании происходят какие-то брейнштормы, не знаю, новых идей рождаются, да, при совмещении, вот, удаленки и офиса? Слушай, ну, на самом деле, новая идея у нас, там, раз в неделю есть какой-то звонок, сбор всех руководителей, да, где мы, там, обсуждаем какие-то проблемы, как что, там, улучшить, как проработать какие-то моменты. Вот, соответственно, там и вопросы продукта затрагиваются. Также есть у нас продукты, которые непосредственно, ну, сейчас уже, да, они являются, там, драйверами проекта, то есть мы к ним приходим уже, там, ну, как со стороны бизнеса, мы приходим с какими-то идеями, фишками, дальше мы это все отдаем, и, там, проработка уже полностью на их стороне. Классно у вас получается, на самом деле, часто вижу какие-то новые продукты, что-то новое, как бы, ну, интересный, очень продуктивный формат как раз. Ну, я могу сказать, что мы не так давно на этот рельс, на эти рельсы встали, да, то есть мы сейчас как раз подготавливаем, там, окончательно всю почту, чтобы, там, этот паровоз, грубо говоря, помчался вперед, потому что это было очень, и даже, наверное, до сих пор очень больно со стороны бэк-разработки, потому что пришлось переписывать, там, очень много всего. Но, как бы, когда мы эту работу закончим, уверен, что, там, будет хороший буст очень. Ну, отлично, ждем. Подскажи, а как ты относишься вообще к монетизации с помощью продажи контактов по АПИ? Ну, естественно, с согласием пользователя, да, обязательно на это дело. Ну, вообще, что думаешь по этому поводу? Слушай, здесь вопрос, для чего, почему, да? Ну, вот как способ монетизации. Ну, как бы, способ монетизации, да, то есть, грубо говоря, мы работаем на рынке трафика, поэтому любой трафик можно смонетизировать тем или иным способом, как бы, это один из них. Возвращаясь к вопросам команды, да, и хотелось бы немножко поговорить больше о цифрах. Подскажи, сколько у вас сейчас активных веб-мастеров? Ну, примерно хотя бы, понимая, что там точной цифры нету. Слушай, я могу сказать так, у нас регистрации на последний момент, вот мы недавно смотрели, там было больше 20 тысяч. Ого. Что касается активных веб-мастеров, давай так, это где-то порядка 5 тысяч. 5 тысяч, то есть, прям, вот, постоянных веб-мастеров? Это веб-мастера, которых за последние, по-моему, три месяца была хотя бы одна конверсия. Очень много, мощно. А какие у вас еще направления есть сейчас, помимо именно финансового? Смотри, мы сейчас активно смотрим, там, в HR, да, то есть, мы видим большой спрос, там, последние несколько лет, хотя рынок сам по себе очень маленький, да, то есть, мы там оцениваем его, там, 20-30 миллионов в месяц. Это оборотка, получается? Да, ну, всего рынка. То есть, может быть, он больше, но по нашим оценкам порядка такой цифры. HR смотрим, направление, там, iGaming, вот, наверное, ну, пока это приоритетные два направления. Мы смотрели в сторону e-com, но тут, честно скажу, мы просто пока технически не заточены для работы с e-com, да, поэтому просто нет сейчас смысла, ну, как бы, туда делать упор. А, ну, еще, конечно, да, история с банкротством. Банкротство, да, сейчас очень актуально. Мы достали какие-то свои старые разработки, сейчас их допиливаем, чуть-чуть переделываем, и в ближайшее время тоже, буквально месяц-два, мы должны будем представить, как бы, там, функционал именно для работы с банкротством. Понятно, то есть, как раз ближайшие планы на будущее, да, это вот эти три вертикали развить. Ну, то есть, финансы, да, у нас как были, так и остаются, мы их продолжаем развивать. HR, тут не могу сказать, что нужна какая-то, там, разработка с точки зрения продукта, там, HR и HR, да, то есть, мы просто оффера добавляем и работаем с ними. Кстати, у нас сейчас идет акция по HR-офферам, по-моему, середина мая, то есть, там, повышенные ставки, там, кто захочет попробовать поработать, всегда welcome. И, по сути, банкротство, да, там немножко история сложнее, там есть аукционы между компаниями, которые занимаются непосредственно банкротством. Вот, соответственно, здесь нужно уже такое специализированное НПО по маршрутизации, распределению этих заявок. Вот как раз на чем мы сейчас работаем. Хотелось бы еще, наверное, уточнить, вот в рамках финансовой вертикали на вас, как на партнерскую сеть, влияют ли какие-то изменения на рынке для брокеров, для МФО, да, то есть, вот, недавно была история с отзывом лицензии у Киви-банка, в принципе, регулятор процента ставок на МФО. То есть, как-то это на вас отражается, или вы вне этих всех историй? Слушай, ну, наверное, и очевидно, мы очень подвержены влиянием всех, любых вообще изменений, потому что, если, там, веб-мастера, да, то есть, бывают разные, кто-то работает с несколькими источниками трафика, кто-то с одним источником трафика. Соответственно, мы тут, как на весах, мы всегда должны балансировать, и, ну, как бы, последние два года нас уже научили тому, что мы прям должны стараться адаптироваться постоянно, потому что, там, до 2022 года у нас, например, 40, там, даже 45 процентов трафика, который у нас был в партнерской сети, это был гугловый трафик. То есть, соответственно, с уходом этой поисковой системы, рекламных продуктов их, мы, как бы, в моменте очень сильно почувствовали эту просадку, да, было больно. Вот, ну, соответственно, мы потратили какое-то время, перестроились на новые рельсы, это как раз-таки то, что касается, там, каких-то таких глобальных изменений, да, что касается, там, платежных решений, там, вот, отзывы лицензии, там, у Киви, например, конечно, да, потому что, в первую очередь, как я и сказал чуть ранее, что мы на рынке трафика, мы зависим от трафика, если у кого-то из наших, там, подрядчиков, да, происходят какие-то сложности в работе, соответственно, мы это ощущаем на себе, мы всегда максимально стараемся найти какие-то решения, предоставить их, там, те же платежки, другой банк, еще что-то, вот, то есть, да, то есть мы здесь постоянно в работе, и задачи бывают совершенно, там, нетривиальные. Понимаю, да, рынок достаточно динамичный, вот, кстати, как думаешь, чего ожидать от рынка во второй половине 2024 года? Слушай, надеюсь, вторая половина будет стабильная, да, то есть мы, могу сказать, что, наверное, там, к концу прошлого года вышли на какую-то вот стабильную историю, то, что нам не нужно, там, что-то новое сейчас придумывать и гнаться, мы можем какие-то операционные задачи сейчас поделать в моменте, но тут уж совсем непредсказуемо, да, никто не знает. Я думаю, что все интересности рынка, да, такие неожиданные, они уже произошли. Да, очень на это надеюсь. Согласен. Слушай, про компанию понял, да, как бы, Гуру замечательная партнерка, расскажи, пожалуйста, побольше, ну, о себе, наверное, то есть как ты вообще пришел к тому, чтобы быть предпринимателем? Слушай, все началось, ну, как бы, у меня всегда было стремление такое, да, там, с начала института, наверное, и, ну, сразу скажу, что я не очень хорошим учеником был, никогда там учебе не посвящал много времени, но в какой-то момент, то есть я уже сам начал изучать то, что мне интересно, да, там, сначала это все там было около пиара, и, соответственно, я там на втором или третьем, да, по-моему, на втором курсе я пошел работать на госслужбу без опыта, без всего, там, занимался таким введением сайтов, там, брошюры готовил, еще какую-то такую историю, вот, но, короче, госслужба не мое, мне было там довольно тяжело, потому что, там, бюрократия, все очень строго, там, какие-то твои идеи, решения, как бы, никому не интересны, то есть тебе нужно вот делать и делать, и на тот момент, да, мне поступило предложение пойти в MoneyMan на должность пиарщика как раз, вот, и я тогда увидел для себя такую возможность уйти в коммерцию, потому что я как раз уже тогда размышлял, что нужно уходить в коммерцию с госслужбы, а это не так просто, потому что когда ты там только заканчиваешь институт, у тебя опыт работает только на госслужбе, ну, как-то очень тяжело, потому что по факту ты кроме каких-то, там, протокольных вещей ничего не умеешь. То есть вот с госслужбы в коммерцию перейти сложно, да, получается? Ну, не знаю, как сейчас, да, там все-таки уже много времени прошло, но там вот в 2013 году это было сложно. Ну, то есть ты даже, я могу так сказать, я когда начал, там, рассылать куда-то свою резюмешку, ну, я уже сейчас, да, там, спустя много лет анализирую, я понимаю, что мне просто, ну, люди даже не знали, что предложить, потому что по факту ты вот очень ограничен в своем функционале и в своих действиях. Понял, ты как раз вот пошел в Манимен работать. Да. Подскажи, как ты там долго проработал, и вот после Манимена сразу у тебя появилась идея с Гуру или нет? Вот как этот путь твой прошел, знакомство с ним так, с финтехом вообще? Слушай, в Манимене я проработал даже два раза. Да, я туда пришел, там, конец 2013, начало 2014 года, как раз занимался пиаром, команда была очень маленькая, и, соответственно, ну, там ты уже берешься за все. То есть там и заведение e-mail тоже, и там даже какие-то поначалу я в SEO погружался, и вот все-все-все. Много руки, многоног такой, да? Да, слава богу, да, там были люди, там, Боря Батин, который учил, там, с точки зрения бизнеса, да, давал какие-то знания, и, ну, все-таки это очень сильно помогало. И в какой-то момент я вот ушел из Манимена, перешел в PPS, вот, с ребятами мы делали очень классный проект, там, по каким причинам он потом не полетел, не знаю, потому что мы, там, провели MVP-шку, были хорошие показатели. Проект заключался в том, что мы как раз переходили на пост кредитования на авиаэжедо-перевозке. То есть это больше не B2C был, да, а B2B? Не-не, это как раз-таки был B2C проект, но встроенный уже в какой-то B2B. А, понял. То есть мы даже там пошли путем, я помню, как сейчас мы сделали свое, свой поисковик, который начали продвигать, и, по сути, задумка была в том, что мы, вот этот вот поток людей, который, там, шел за кредитным продуктом, да, то есть он где-то был порядка 20-25 процентов. И вот, а остальным людям мы продавали билеты по Себесу, да. Ну и как бы такой продукт, он работал, его просто нужно было масштабировать. Вот, ну как бы, и случилось так, что меня как раз ребята позвали из Манимена обратно, вот, так как я уже на тот момент проработал там много лет, я ушел туда. Но Гуру, кстати, Гуру уже был. Когда я второй раз вернулся в Манимен, он уже был. Уже все-таки был, да? Ну, в каком-то, да, там, состоянии, там, не знаю, маленького купленного трекера и, там, не знаю, 10 веб-мастеров, но он уже существовал, там, по-моему, на тот момент было порядка 4-5 аферов заведено. Но я, когда я уже приходил в Манимен, я сразу сказал, что у меня как бы вот есть такое, и как бы, ну, ребята на это нормально посмотрели. Ну, отлично. Да, и как бы я как раз пришел уже на работу с Афилией там, и, ну, то есть мне было довольно легко, потому что клиенты, они уже пересекались даже в какой-то момент. Так, а что вы напрямую работаете? Вот, давайте через Гуру. Нет, нет, так нет. Ну, да, это твоя репутация. Нет, понятно, да. И, соответственно, ну, как я и сказал ранее, ребята меня в компании очень много всему научили, и как бы там их как-то обманывать, ну, некрасиво. Нет, согласен, да, это важно, этично поступать. Вот, полностью согласен. А подскажи, знаю, год назад, ну, или около года назад ты участвовал в поединке китайского бокса. Как тебе вообще этот опыт, впечатления какие-то? Ну, опыт с боксом у меня начался там еще в 17 лет, да, то есть я тогда тренировался активно. Вот, но потом как бы немножко подумал, что глава дороже. Вот, и перестал на самом деле боксировать. Ну, и как бы работа очень много времени отнимала. Учеба, работа, и как бы не до бокса было. А тут так получилось, да, то, что мы на какое-то время оказались в Тае, и нужно было заниматься спортом, и что-то рядом не было никаких там тренажерных залов нормальных, я пошел на тайский бокс, вот, и мне на самом деле очень понравилось, но как бы с точки зрения вот там выступления там на каких-то местных соревнованиях, да, это такой опыт, который я попробовал, и, наверное, больше не хочу. То есть все-таки бизнес, точнее, голова с бизнесом дороже, да, чем бокс? Ну, это немножко разные вещи, да, одно дело, когда ты там тренируешься для себя и там не за какую-то медальку, а другое дело, когда ты выходишь драться, ну, то есть, чтобы там было понятно, да, за это заплатили деньги, то есть это там за победу тебе платят какую-то сумму денег, да, там есть разные истории, там, как ты выиграл, там, коэффициенты за зрелищность и все прочее. Сколько еще на себя поставил? Ну, нет, ставки нет, но там вот непосредственно вот эта вот организация, которая устраивает эти бои в Таиланде, да, то есть они там как бы билеты в ход платные, соответственно, они какую-то часть бойцам платят. И все-таки, когда там большинство бойцов, которым 20 лет, а тебе уже как бы чуть побольше, ну, как бы 20 плюс, это уже сказывается. Конечно, у тебя и выносливость немножко другая, и плюс, ну, я не то, что какой-то спортсмен, чтобы я там тренировался, у нас были в команде ребята, которые там пролетали из Аргентины, но они уже там, не знаю, чемпионы Латинской Америки и так далее, и как бы, ну, с этим уровнем уже тяжело бодаться. Понял. А подскажи, а сейчас как-то продолжаешь какие-то, ну, там, для себя тренировки? Слушай, да, я там в Москве тренируюсь, наверное, не так часто, как хотелось бы, именно по тайскому боксу, да, но как бы там остальные виды спорта в виде там зальчика, да. Понял, подскажи, а как тебе идея организовать бой вот в рамках нашего рынка между кем-нибудь? Слушай, недавно, мне кажется, на Бараконфе там были бои как раз, и там либо мог кто-то сам выйти, либо там разные компании, звали за себя бойцов. У Гуру есть подобные идеи, да, на следующем этапе? Слушай, нет, мне кажется, можно найти куда более веселых развлечений, нежели там подраться. Согласен с тобой. Подскажи, а у тебя есть какие-то еще проекты, да, помимо вот Гуру, то есть что ты еще там делаешь в свободное время? Я же вообще очень много лет еще назад тому начал говорить, что партнерка партнеркой, но на самом деле основное золото лежит в бигдате, и мы как раз очень много делаем, чтобы собирать дату. То есть мы там, ну то есть мы реально видим историю пути пользователя, мы там знаем, куда он, ну в рамках нашей сетки, мы знаем, куда он ходит. То есть в идеале… Весь цифровой след, да, получается. Да, в идеале, когда ты знаешь там, куда чувак прошелся по инфошкам, взял деньги, потом пошел там совершать какие-то покупки. Соответственно, чем больше у тебя этой даты будет, тем как бы ты более точечно в определенный момент времени сможешь тому или иному клиенту что-то предлагать. А, просто вы уже как внутри себя, да, получается, монетизируете, то есть вы видите какой-то путь? Нет, мы, кстати, никогда, вот это была всегда моя позиция, мы строго-настрого внутри себя никогда не монетизируем. То есть задача в том, чтобы дать инструменты, которые позволят… Ну то есть я человек про продукт. У меня задача сделать такой продукт, чтобы отдать его веб-мастерам, соответственно, они на этом заработали, я на этом заработал как разработчик продукта. Понял, ну слушай, классная позиция, но я просто не совсем понимаю, то есть вот я там веб-мастер, да, у меня нет никакой системы, ну там словом новичок вот, и я беру у вас ссылку там, ну там 10 ссылок на инфошки, да, и все. То есть в какой-то, например, инфошки моему клиенту, который у меня в базе есть, выдали деньги, вот у вас есть, получается, бигдата, да, что вы видите, что, например, по этой ссылке он там получил деньги, а потом, например, по ссылке другого веб-мастера взял, ну там купил на мегамаркете что-то, да. Вот мне как первоначальному веб-мастеру я как-то могу с этими данными поработать или нет, то есть увидеть, что он… ты как начинающий веб-мастер, ты можешь в моменте на витрине показать те офферы, которые ему нужны будут, а не то, где он уже был и где его сбрили. То есть поставить его словно в вашу витрину? Слушай, мы как бы сейчас пока это все завязываем в рамках своей витрины, потому что нам нужно больше даты для тестов и, ну, просто анализа, но по факту в какой-то момент времени просто опишка, то есть она уже есть, то есть это не что-то, мы просто никому не даем, потому что нам нужно больше даты, чтобы это все проработать. Но ты в себя вставил опишку, клиент и скрипт вставляешь. При переходе на твою витрину, там просто двойной быстрый редирект, мы такие считали пользователь и тебе по опишке отдали дату. Ты на этой дате выстроил себе витрину и убрал все, что не нужно. Понял, интересно. То есть и эту опишку вы, получается, ну как, она уже публичная или… Нет, не, она не публичная, она уже есть, но как бы мы такие штуки уже умеем делать. Понял, а собираетесь ее публично запускать? В этом году, наверное, нет, потому что, короче, у нас были тесты с некоторыми веб-мастерами, и даже там крупные веб-мастера, они не всегда понимают, как это применить. Поэтому у нас задача сейчас, мы вот ищем там хорошего квалифицированного аналитика. Веб-мастера? Нет, нет, именно аналитика. То есть здесь у нас сейчас задача соединить аналитика продукта, и чтобы они упаковали это в какой-то прям понятный продукт. Потому что сейчас это на уровне там сырой даты, и как бы там веб-мастер, ну вот, сам и копайся в этом. А когда ты уже даешь продукт понятный, ну, как бы здесь все просто. Человек там подключил опишку, ему описание отдал, и он там на основании этой опишки уже играется. Слушай, прикольно, интересно. То есть как раз для таких, ну, как бы, не то, что прям для маленьких веб-мастеров или еще что-то, но для начинающих или тех, кто особо не хочет там запариваться, да, с какой-то внутрянкой. То есть это прям будет хороший буст. Слушай, ну, это подойдет любому веб-мастеру. Просто вопрос, на каком уровне ты это будешь использовать. Ты можешь там просто на старте для какой-то там монетизации примитивной использовать, а дальше, да, ты можешь уже там более сложные истории строить. Но опять же, мы тебе не скажем, что вот там Вася Пупкин, да, он сейчас идет в мегамаркет, кинь ему ссылочку, чтобы ты заработал. Нет, конечно, ни за кого мы, типа, работать не будем. Но, грубо говоря, когда клиент попадает в поле видения веб-мастера, мы, типа, хотим научиться подсказывать, что лучше ему продать в этот момент. И это вот не только в рамках финансовой вертикали, да, а во всех вертикали, которые, получается, у вас есть. Ну, да, логика в том, что когда вот, ну, просто, грубо говоря, сейчас мы это делаем на уровне финансовой вертикали, дальше мы пойдем масштабироваться в другие вертикали, и мы там с каждой вертикалью будем все больше и больше даты о людях получать. Интересно, прикольная история, когда, ну, то есть, это такое мультивертикальное, если штука, прям будет. Да, да, да. Просто это очень тяжело растить одновременно, потому что, ну, какие-то вещи мы сами еще не знаем. Ну, все эмпирическим путем. Да, я в e-com, вот, честно, я вот образно понимаю, как он работает, а там, на самом деле, очень много нюансов, которых там далеко не все знают. И, соответственно, то есть, мы вот буквально там пару месяцев назад делали такой market overview с точки зрения, что мы посмотрели на рынок в целом, мы посмотрели, пообщались с реклами, мы посмотрели, пообщались с агентствами, мы посмотрели, пообщались с крупными вебами, площадками, типа, выявили, кому что нужно. И вот мы поняли, что просто из того, что у нас сейчас есть, вообще нет смысла этим заниматься. Поэтому мы просто такие, ок, мы эту информацию собрали. Ну, у нас как бы, да, разработка идет, у нас есть там план продукта на полгода. Грубо говоря, там, вот, нам примерно накидали план продукта на полгода. Но, соответственно, чтобы его сделать, значит, мы должны остановить все по финашке. Ну да. Там, мы себе этого позволить не можем, потому что это наше core направление. Соответственно, сейчас мы там до какого-то этапа дойдем и там, не знаю, процентов по 30 начнем там на другие вертикали выделять. Что ты еще там делаешь в свободное время? Слушай, проект есть всегда. То есть сейчас какую-то там часть времени я решил себя попробовать в продюсировании, вот. Чего именно? Мы сначала сделали музыкальный лейбл, набрали ряд артистов, ну, как бы, опять же, да, тут без какого-либо опыта, все вот чисто по наитию. Для души, да, больше? Слушай, мне всегда, как бы, было интересно, как это. Вот. И я решил попробовать. То есть у нас было там порядка 4-5 артистов. Там у нас команда была, ну, тоже небольшая, там 5-6 человек. Вот. По итогу тоже там различные события. И в итоге сейчас осталось так, то, что есть там я, есть у меня один артист, вот, там Катя Чепик. И как бы мы вот активно ей занимаемся, развиваем ее, как там российский музыкальный проект хороший. Слушай, здорово. А где можно послушать? Слушай, где угодно. Apple, Яндекс, Спотифай. Ну, то есть все стриминговые площадки, там, ВК, Мьюзик. Слушай, интересно. А каких бы еще хотел бы себя попробовать в сферах? У тебя есть вот какая следующая, да, идея, что еще хотелось бы сделать? Слушай, у меня есть, ну, скорее, не знаю, пока это выглядит как мечта. Наверное, все-таки хотелось бы поучаствовать в развитии там российской промышленности. Вот, и есть мысль там собрать ряд ребят и попробовать собрать хороший российский автомобиль. А, вот, ну, типа, вот это уже прям глобальная штука. Да-да-да, но российский с точки зрения не того, что мы его просто тут собрали, а именно прям пойти в сложную историю, договариваться с заводами, чтобы отливали там, ну, пока это там первый какой-то экземпляр собирается там, не на потоке отливали нам эти запчасти. То есть, ну, чтобы он был полностью собран из российских материалов, там, на нашей базе. Слушай, буду с нетерпением ждать первый гуру-мобиль. Вот, но, опять же, это только мечта пока. Здорово, ну, прям интересно, то есть уже как руками, да, собрать, вот, ну, как бы что-то физическое получается, в любом случае какие-то проекты, да, они такие больше сейчас в основном в интернете. Слушай, а тут, я не знаю, как у многих, вот, лично мое ощущение, когда ты работаешь в интернете, тебе всегда хочется что-то физического. Да, есть такое. Вот, и поэтому, кстати, продюсирование, наверное, было одно из, ну, из таких вот ровений, то, что это ты вкладываешься, по сути, в живого человека, там, да, его инструмент — это его голос. Соответственно, это уже, опять же, что-то, что ты можешь услышать, потрогать, а когда у тебя все, там, завязано в веб-сайте, завтра, там, розетку выключили, там, веб-сайт не открывается. Согласен. Ну, я смотрю, у тебя очень много просто каких-то разных проектов, да, направлений, а у тебя есть свободное время какое-то, и вот что ты в него, как ты его проводишь? Свободное время — это то, что обязательно нужно находить, да, то есть я раньше не понимал вот эту вот историю с work-time balance, но, как бы, нужно обязательно находить время, там, для себя, для своих родных, потому что, если у тебя его нету, соответственно, ты просто, там, закапываешься в своих мыслях, в своей работе, и, на самом деле, это тоже негативно сказывается на твоей же работе, потому что у тебя замыливается взгляд, как бы, ты уже, там, не видишь каких-то, там, интересных подходов новых, да, которые ты, там, они обычно придумываются, почему в свободное время, ты такой, а, точно, можно же так попробовать? Когда пять минут так усидишь, и, да, ну, все, тишина, ничего не нужно, и вот именно в этот момент самое как раз интересное что-то и приходит. Слушай, у меня бывает, когда я вообще себе могу устроить какой-то, там, это, конечно, очень редко бывает, но прям детокс-день, когда я вот максимально стараюсь вот просто не подходить к компьютеру, какие-то супер важные вещи я там могу ответить с телефона, но вот просто, не знаю, что-то поделать не связанное, там, с работой, с компьютером, вот просто отвлечься, и это помогает. Слушай, ну, отличное решение, да, то есть согласен полностью, что такие вот детокс-дни, они прям очень полезны, и как раз, скорее всего, после таких дней приходят какие-то новые, не знаю, желания, идеи, и для проектов в том числе. Слушай, хотел бы в завершении нашего интервью устроить Blitz Round. Так. Несколько, на самом деле, быстрых вопросов с быстрыми ответами. Давай. Поехали. Брокеры или МФО? Партнеры. Реклы или вебы? Партнеры. EPC или EPL? Хороший вопрос, давай EPC. А CR или АПРУФ? Это хитрый вопрос, одно от другого зависит. Давай я АПРУФ с хорошим CR. А трафик или деньги? Трафик. Напрямую или через гуру лиц? Конечно, через гуру. Спасибо тебе за твои ответы в Blitz Round. На самом деле, хотел бы сказать большое спасибо, что сегодня к нам пришел, рассказал о себе. Мне кажется, мы сегодня гораздо больше узнали о гуру, о какой-то кухне, чем живет компания, чем ты живешь именно как основатель этой компании. Будем ждать тебя на следующих наших подкастах. Большое спасибо. Да, спасибо, Ром. Очень приятно, что мне первому посчастливилось оказаться у вас на подкасте. Так что с удовольствием зовите. Можем и команду позвать, чтобы какие-то точные детали ребята вам рассказали. Договорились. Подписывайтесь на канал. Лайки, колокольчики приветствуются. Всем пока. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова